сегодня я вам расскажу как открыть долларовый счет бесплатно причем не выходя из дома будем делать это на примере сбербанка сразу хочу напомнить для чего вообще нам нужен долларовый счет ну для того чтобы например купить доллары до или принимать например валюту в долларах также любой другой счет для этого у нас нужен в данном видео я покажу данный пример к веб-версии вот сейчас нахожусь в версии компьютерной версии а также я это покажу потом на мобильной версии как это сделать на мобильной версии на в приложении на айфоне и так также хочу вам пояснить то что долларовые то есть мы будем делать долларовый счет на примере именно сберегательного счета сберегательный счет это немножко другой счет и он у нас ограничен возможности всех приветствую с вами на связи фокин и в день и так чем же все-таки но ограничен сберегательный счет доллару понятное дело доллар мы можем поменять менять обменивать принимать там деньги сохранять да но данный счет а лишён у нас возможности покупать и снимать но наличность потому что вот например если мы возьмем банковскую карту да например вот эту классическую у меня точно такая же этого рублевом варианте в доллар варианте если скриншот прикреплю она будет стоить 25 долларов и за обслуживание мы будем платить по пятнадцать долларов то есть эту же карточка уже у нее тоже бы еще доллары но так как карточка у нас является платежным средством то есть мы сможем и расплачиваться снимать деньги в банкоматах да там это очень выгодно делать например за рубежом дам чтобы на коррентации терять за это мы и заплатим а сберегательный счет это сберегательный счет он не имеет пластика до физического носителя и у него нет возможности платить но опять же я уже принимать платежи мы можем обменивать валюту можем хранить на ней можем даже получать какой-то процентный остаток там по максимально сбербанке не более двух процентов что такое в общем поехали сейчас я зайду в свой сбербанк онлайн и расскажу как открыть сберегательный счет в доллар и так вот мы залогинились и попали в наш кабинет напомню это кабинет веб-версии компьютерной версии вот мы имя фамилия то есть мы находимся в моем кабинете и так чтобы попасть на залогиниться в сбербанке онлайн я ссылку в описании стали вы по ней перейдете и залогинитесь смотрите чтобы нам открыть сберегательный счет в долларах там евро в любой валюте нам нужно будет зайти во вкладку вклады и счета если у вас в этой этой вкладке нету то ее нужно но сюда добавить вообще вот этот меню она настраивается по вашему усмотрению в настройках куда нужно зайти нужно зайти в шестеренку здесь выбрать раздел интерфейс и здесь вот выбрать главное меню и у здесь вот порядок вы сами настраивайте порядок вот главные переводы у меня идут и вклады и в счета вот здесь главные переводы видите вклады счета то есть по порядку вы сами здесь вот так можете прижимая мышка перетягивать каком они у вас будут ну так вот порядке располагаться далее вот это это скрытые элементы. Значит, если у вас вкладки вклады и щита нет, значит, она у вас находится в скрытых элементах. Вы просто берете отсюда ее, перетягиваете сюда. Ну, в порядке, в каком вы хотите, чтобы она у вас была. Вот у меня она находится в третьей. Первые вот эти две вот так должны быть. Их нельзя изменить. И потом вы жмете сохранить и все. И у вас появляется здесь вкладка вклады и щита. И, соответственно, после этого вы заходите сюда. Итак, заходим во вкладку вклады и щита. Вот у вас здесь будут все ваши вклады и счета. Также у вас здесь будут изберегательные книжки. Все, что у вас есть. Изберегательные, да, и обычные вклады. И вот здесь у нас есть вкладка. Открыть вклад. Это сберегательный счет относится к вкладам. И вот здесь мы выбираем. Вот здесь вклады, которые существуют. И вот у нас есть сберегательный счет. Вот здесь можно в каких валютах его открыть и какая будет процентная ставка. Вот нажимаем. сберегательный счет. Жмем продолжить. Здесь мы выбираем валюту какую. У нас получается, что он бессрочный. Мы его делаем сколько угодно. Вот здесь вот выбираем доллар. Также можно евро и любой другой. И жмем открыть. И у нас получается, мы здесь соглашаемся с условиями, что и как. Вот открытие вклада сберегательный счет. Все. Валюты доллары. Сумма 0. Бессрочный. Все. Жмем подтвердить по sms наши действия, что это именно делаем мы, а не кто-то другой. Вот тоже все исполнено. Данный счет у нас открыт. Теперь мы заходим в обратно вклады и счета. И здесь находим у нас вот сберегательный счет в долларах. Пожалуйста. Вот здесь показать операции. У нас долларов 0 у нас. Вот мы на него нажимаем. Сберегательный счет. Вот. Все. Счет открыт. Также сейчас я вам покажу как это сделать на мобильной версии. Подписывайтесь на мой канал. Опять же, чтобы не пропустить мои полезные ролики. Еще раз напомню. Сберегательный счет. Здесь можно у нас и купить доллары и принимать деньги. Я обо всем об этом буду рассказывать в других видео. Для этого же я вам сказал подписаться на канал, чтобы не пропустить. Мэра я расскажу как купить доллары и как принимать сюда деньги в принципе. И тут он вообще сложен для сохранения. Платить вы с него не сможете. Но снять в отделении вы тоже сможете доллары. Так же как и положить на него. Но так как это не является картой банковской. Соответственно у нее нет возможности у этого сберегателя. Он только сберегает и хранит деньги. У нее нет возможности платить. То есть думаю сберегательным счетом все понятно. И он понятен для чего. Если же вы хотите оплачивать и иметь ну именно возможность оплачивать да там покупки. То вам нужно именно заказывать банковскую карточку доллару. Но в этом случае вам придется за нее платить. Потому что обслуживание за платежную систему виза и мастер-карт и за пластик. Оно стоит денег. Вот в этом отлично. А это как без ну как это электронная щетка говорится. Итак сейчас я вам расскажу как это процедуру проделать на мобильном устройстве на айфоне. Ах да забыл сказать как теперь закрыть этот сберегательный счет. Если вдруг он вам не понадобится. Кстати после того как вы его открыли здесь он у вас также будет высвечиваться и на мобильном приложении. И наоборот если на мобильном то здесь вот здесь мы заходим в принципе вот сюда и у нас вот здесь вот есть просто закрытие. Вклад берем. Закрываем. Здесь тоже самое. Подтверждаем. Тут вот прочитаем что и как будет. С учетом конвертации то что если у вас есть деньги они упадут на счет карточки и в рублях и сконвертируются и здесь вот условия и жмем подтвердить. Все успешно вклад закрыт. Все этот вклад закрывается и больше у вас его нет. Я думаю с этим понятно. Итак сейчас мы будем открывать сберегательный счет в долларах через мобильные приложения. Так вот я нахожусь в своем мобильном приложении. Напомню это на примере я делаю айфона. Заходим в приложение там вводим пароль или touch id попадаем в приложение. И здесь у нас точно такой же есть раздел. Видите вклады и счета. Если у вас нет этого раздела значит вам нужно также его настроить как я это показывал ранее в компьютерной версии. Но если вы в компьютере настроили по идее у вас должно быть здесь отобразится. Если не отобразилось то проделаем такую же манипуляцию. Видите в верхнем левом углу у нас есть такой человечек да где у меня написано билайн и вай фай да в поиск. Нажимаем сюда. Здесь видите у нас вот есть шестеренка справа в зеленом кружке настройки. Нажимаем и листаем. Здесь у нас все настройки. Здесь вот листаем. Вот видите здесь у нас разделы на главном. И нажимаем сюда и вот здесь вот мы выстроим разделы которые у нас будут находиться на главной странице. И вот здесь вот где вклады и счета видите просто повернуть бегунок вправо. И после этого мы выходим отсюда и у нас появится вот здесь вот вклады и счета. Чтобы открыть вклад или счет нам нужно будет нажать на плюсик справа. Видите напротив вклады счета. Вот. И мы и нам откроются все вклады и счета. Есть второй вариант допустим. Если вы не хотите заморачиваться. Если у вас обновлена версия то вот здесь вот видите есть открыть вклад с повышенной ставкой. Это тоже самое. Нажимаем сюда и мы попадаем в тот же самый раздел. Если в случае этого нету то через интерфейс настраиваем и заходим вклады и счета. Вот нажимаем здесь тогда плюсик. И здесь вот у нас сверху видите в квадратики вот без паспорта. То есть у нас идут вклады которые есть на сегодняшний момент. Они то появляются когда есть акции то пропадают. Итак листаем самый конец. И здесь вот находим вот сберегательный счет. И вот здесь вот выбираем видите валюта у нас вклада. Вот выбираем доллары. И вот внизу открыть вклад под 0.01 годовых. То есть сберегательный счет. Также если вот тут справа есть еще это. Если мы хотим какой-то другой валюте открыть которые здесь доступны. Итак и нажимаем на синюю кнопку открыть вклад. Открываем. И проделаем всю ту же самую процедуру. Вот сумма зачисления 0. Процентная ставка. Это будет такая в случае у нас будет остаток. Там определенно лежать. Все можно почитать. Жмем продолжить. И соответственно вот так же проверяем валюту. Дата открытия. Пятое-десятое. Жмем здесь на кружочек. Читаем условия вклада. Соглашаемся. Подтверждаем. И вот ждем открыть вклад. Все. И теперь видите вклад у нас открыт. Вернуться на главную. И теперь мы нажимаем на раздел вклады и счета. У нас опять же открываются вот все вклады и счета. И вот здесь вот у нас видите вот первый самый стоит сберегательный счет долларов сумма 0 в долларах. Мы вот можем на него нажать. И здесь вот пополнить информация о вкладе, реквизиты и вот внизу у нас есть также закрыть клад. Вклад давайте мы его сразу же закроем. Например нажимаем закрыть вклад. Жмем продолжить. И жмем подтвердить. Все наш вклад закрыт. Все быстро и просто. Видите все вклады здесь у нас этого нету. Так что если данное видео вам понравилось ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Потому что я расскажу еще как купить доллары. Как принимать на этот счет деньги. И еще другие будут интересные вещи у нас связаны с финансами. А также пишите свое мнение и вопросы в комментариях. Ну и забывайте поделиться данным видео.